Здесь у нас представлены такие фрагменты самолета. Вот, например, это поршень с шатуном, именно с двигателя вот этого самолета, найденного нами. Также вот есть блок цилиндров. Алексей Родионов показывает части двигателя с самолета Ил-2, найденного несколько месяцев назад в районе Южного города. Так силами поисковых отрядов историю Отечества могут воочию увидеть все желающие на выставке артефактов. Мы поднимали бойцов и при них, например, такие артефакты, это вот личные вещи, например, подписанный котелок. Это очень такая вот вещь, которая заслуживает внимания. То есть у бойца, видимо, не было медальона и чтобы как-то оставить о себе память, он именно выскребал это все на котелке. Участники поискового отряда ездят по всей стране на раскопки и в день неизвестного солдата рассказывают о том, как трудно порой добываются исторические реликвии. Вся наша поездка приходилось выживать, так как первые пять дней нашей экспедиции лил дождь, а мы жили в палатках, практически ночевали на плаву. И поэтому нас это очень сильно сплотило, мы стали семьей. Среди орудий одним из самых интересных является вот это. Расскажите, пожалуйста, как он правильно называется? Самозарядный карабин СКС. Расскажите, кто с ним стоит, какие действия с ним производятся и где его можно увидеть обычному человеку? Ну, обычному человеку его можно увидеть во время парада поведы 9 мая. С ними стоят линейные и рота почетного караула у различных памятников и вечного огня. Кульминация дня памяти, конечно, возложение цветов к вечному огню, чтобы каждый, даже неизвестный солдат, чувствовал, что подвиг его не забыт. Мариана Мирная, Василий Колдашов. События.